Друзья, всем привет! С вами канал Китайфак и сегодня проверим на точность лазерный уровень клубиона 3d green с зелеными лазерными лучами. Очень классный уровень, кто не смотрел на него обзор, обязательно посмотрите. Посмотреть его можно перейдя по ссылке в правом верхнем углу, либо непосредственно найти на канале. Проверять будем горизонт по точке, прогоним все четыре стороны, а вертикали проверим уже по ранее проверенному FireCode 3d. Так, давайте начнем, расстояние до стены у нас 5 метров 847 миллиметров, больше чем достаточно. Кстати, очень классный дальномер S&Way, он идет с видеокамерой, обзор на который также можете посмотреть перейдя по ссылке в правом верхнем углу. Так, давайте начнем, включим горизонт и посмотрим первую сторону. Так вот я уже отметил первую точку, она идет строго по середине линии, давайте повернем прибор на 90 градусов и проверим как лежит другая сторона. Линия должна проходить также через эту точку. Поворачиваем на 90 градусов в любую сторону, ну давайте вправо и смотрим как эта сторона проходит через точку. И с этой стороны друзья, линия проходит также абсолютно через точку, прям ровно, честно говоря даже удивлен. Давайте смотреть третью сторону. Поворачиваем еще на 90 градусов вправо, смотрим третью сторону и третья сторона лежит также абсолютно в точке. Друзья, давайте посмотрим четвертую сторону, повернем на последние 90 градусов. Так, друзья, и последняя четвертая сторона также лежит в точке. Есть совсем минимальное смещение, меньше миллиметра, ну это более чем в допустимых нормах, то есть примерно на 6 метрах погрешность нивелира практически идеальная, то есть горизонт у данного уровня клубиона 3d green абсолютно точен. Друзья, хочу отметить, что это очень высокая точность. Далее давайте проверим все четыре вертикали клубиона, проверять будем по ранее проверенному уже fireco 3d green, обзор на который также можете посмотреть перейдя по ссылке в правом верхнем углу и также можете посмотреть его проверку, найдя видео на канале. Давайте проверим первую вертикаль клубиона, то есть посмотрим насколько параллельно они идут друг другу. Так, друзья, вот наши две вертикали слева клубиона, справа fireco и видно, что они идут абсолютно параллельно друг другу. Давайте посмотрим другой вертикаль, для этого установим эту вертикаль другой стороны и также сравним. Вот опять же две наших вертикали клубиона уже идет справа и видно, что они абсолютно параллельны друг другу. Так, давайте посмотрим следующую вертикаль. Так, для начала давайте ее включим и развернем первой стороны. Вот наша третья вертикаль клубиона идет слева и опять же абсолютная параллельность линий. Давайте смотреть последнюю четвертую и последняя четвертая вертикаль, также абсолютно параллельно вертикали fireco. Здесь вертикаль клубиона идет справа. Ну давайте я сейчас их еще и сведу. Так, друзья, вот я их свел и они абсолютно идеально ложатся друг в друга. То есть делаем вывод, что вертикали у клубиона 3d green абсолютно также точны. Так и у нас осталась последняя проверка, это проверка на расхождение вертикали под 90 градусов, то есть вот этот угол 90 градусов мы сейчас с вами и проверим, как точно он расходится. Так, друзья, для проверки угла 90 градусов между вертикалями нам потребуется три бумажки небольшие с заранее отмеченными точками. Одна маленькая бумажка это будет у нас точка отвеса перекрестия, вертикали на полу будут проходить через нее и две маленькие бумажки также с точками на определенном расстоянии. Мы включаем нивелир, выбираем обе вертикали и наводимся перекрестием строго на точку. Наводиться скажу не просто, так как перекрестие очень яркое и точку в таком ярком свете практически не видно. Так, ну вот на перекрестие навелись и значит остальные две бумажки выставляем по этим линиям, идущим по полу. Первая линия идет через точку и вторая линия идет через точку. Далее мы поворачиваем нивелир также на 90 градусов и проверяем один сектор, второй и третий. То есть вот первый сектор у нас выставлен, сейчас поворачиваем на 90 градусов, также перекрестием наводимся на точку и уже относительно ее устанавливаем вертикали на те две точки. Ну то есть по идее мы наводим вертикаль на одну точку, на дальнюю, ну и соответственно вторая вертикаль также должна проходить через другую точку. Настраиваться довольно проблематично, поэтому большие расстояния не взять, так как точку вдалеке вы просто не увидите куда наводится. Вот я навелся на одну из точек, пойдемте проверим и проверим соответственно как вторая вертикаль проходит через другую точку. Так вот на эту точку я навелся и вторая вертикаль, друзья, проходит также абсолютно через точку, то есть угол 90 градусов строго соблюден. Давайте посмотрим следующий сектор, также поворачиваем 90 градусов, наводимся на точку перекрестия и совмещаем одну из дальних точек. Так, друзья, вот наконец-то я навелся, процесс очень кропотливый, давайте посмотрим. Здесь линия проходит через точку и эта линия проходит также через точку, ну есть какое-то совсем минимальное смещение, но это в допустимых нормах. И давайте посмотрим следующий, последний сектор. Опять поворачиваем 90 градусов и наводимся перекрестием на точку. Так, друзья, вот я навелся, давайте посмотрим первую точку, вот линия проходит через точку и посмотрим вторую точку, где линия абсолютно проходит также через точку. В общем, друзья, итог проверки таков, хочу сказать, что уровень просто идеально настроен, прошел все проверки на отлично, горизонт просто идеальный, вертикали идеальные и угол 90 градусов, можно сказать, тоже идеальный. В следующем видео сравним его с FireCode 3D Green, посмотрим как они различаются по функционалу и другие моменты также разберем. Поэтому, друзья, обязательно подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Да, ссылку на продавца этого лазерного уровня я оставлю под видео, так что обязательно переходите, смотрите и заказывайте, рекомендую, очень классный уровень. Друзья, на этом все, всем добра, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok